Это пока еще не совершеннолетие, но за пять лет Иволга заметно повзрослела. Как уверяют эксперты, большинство из студенческих разработок вполне могут быть реализованы в виде конкретной бизнес-идеи. Итоги форума подвели в завершающий день его работы. Каждая Иволга набирала обороты, но, конечно, те проекты, которые мы сегодня увидели, они настолько уже стали взрослыми, они настолько содержательные. То есть просто я скажу, что глубина и масштаб того, что ребята сюда приносят, уже действительно по-хорошему удивляет. Почти 2000 участников, в их числе представители 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Выставка инноваций, более 80 стендов от разных регионов страны. Самарские разработки в лидерах. По мнению главы региона, участие в форуме – хороший лифт для продвижения проектов. Мы будем добиваться увеличения количества, чтобы было больше еще самарцев. Сейчас 700 человек где-то, там 1000, может 1100, сколько будет. Потому что это для наших молодых людей очень-очень полезно. То, что мы тысячу, почти тысячу стартапов представили, венчурный фонд России, в Сколково. Большинство проектов, инициаторами проектов этих оказались люди, которые прошли через ИВЛКУ. О перспективах развития Самары говорили уже на неформальной встрече. Палпред и губернатор ответили на вопросы участников форума, после чего приняли участие в церемонии награждения. Общегрантовый фонд составил 11 миллионов рублей. Цель нашего проекта – это структурирование проведения любительских студенческих соревнований, а также обучение специалистов, тренеров и судей, и, конечно же, реставрация бесходных спортивных площадок. Гран-при форума – автомобиль «Лада Икс Рей». А еще одна машина «Лада Веста» досталась самарскому инструктору по парашютному спорту, ветерану Афганистана, инвалиду Владимиру Глухову. Завершающий день на Мострюковской поляне прошел финальный этап Кубка ПФО. Владимир Глухов принял участие в показательных выступлениях. Спорт парашютный – просто увлечение, такое хорошее, и всем, конечно, не советую. Мне нравится, я это делаю, потому что изначально вещи, в общем-то, где-то опасные для здоровья, поэтому каждый сам принимает решение. Мне нравится, я совершаю прыжки. И было принято сегодня решение совместно с руководством округа Михаиловичем, правительством Самарской области, лучшему инструктору, самому мужественному человеку, вручить приз «Лада Веста». А уже на следующий год ожидается еще более масштабный форум, и «Волга» стала престижной инновационной площадкой, которая многим дает реальный шанс на успех, а значит и заявок на участие должно стать больше. Олег Зверев, Максим Гусев, События.